В интересном месте в прошлый раз у нас все и закончилось. Я нажала эту волшебную кнопку с волнением и сегодня. Но надеюсь, что таких историй у нас сегодня не будет. В прошлый раз действительно случилась авария у провайдера. Залили все системы управления интернетом. И, в общем, это было тогда на целые сутки у нас. Ну, а мы для себя решили, что мы заблудились в лабиринтах интернета. И тем приятнее наша сегодняшняя встреча, немножечко более волнительная. Но давайте отправимся. Сегодня мы будем с вами выстраивать урок в такой концепции лабиринта. И я надеюсь, что мы вместе с вами придумаем такое количество идей, которые сможем воплощать в течение даже не одного года. Потому что нас сегодня, ну вот сейчас я вижу, 325 участников. И приготовьте действительно и мышку. И я бы рекомендовала еще по старинке блокнот с карандашом или с ручкой, чтобы какие-то самые приятные, самые интересные для вас идеи фиксировать для себя. Потому что действительно чат сегодня будет быстрый. И искать в чате не всегда будет вам удобно. Ну, для начала представлюсь. Вы уже видели этот слайд. Именно так я представляюсь последние два года. Я говорю, что я играю с педагогами. И я ничуть не лукавлю, потому что для себя нашла формат работы с педагогами именно через игру или хотя бы через мастер-классы с игровыми элементами. И это такой формат, который позволяет нам немножечко выйти за границы, привычные нам, выйти из зоны комфорта, выйти иногда за пределы нашего класса, отойти от шаблонов и стереотипов и увидеть какие-то новые возможности. Ну, а если серьезно, то я уже 12 лет руковожу компанией NewTutor, дистанционный репетитор. Руковожу педагогическим конструкторским бюро. Раньше наше педагогическое конструкторское бюро называлось мастерской дистанционных уроков. Но сейчас мы вышли за пределы дистанционных уроков и готовим специальные такие инструменты. С некоторыми из них сегодня познакомлю вас, которые позволяют педагогам создавать такие креативные уроки. Ну, один из наших инструментов, многим из вас знаком, это карточки, креативный вызов, прокачай свой урок. И необычные уроки, еще один формат карточек. Ну и наша Zoom-игра Мария Ивановна теряет профессию, которая стала особенно популярна в период пандемии, когда все мы столкнулись с возможностью и с необходимостью работать в дистанции. И так или иначе, для себя мы с педагогами выделили такой принцип, что теперь каждый урок педагог проектирует в двух форматах. Если я могу его провести в обычном классе, в обычном, ну, лекция, да, например, в обычной аудитории. И другой формат, если мне нужно будет провести его в дистанционном формате. И когда мы проектируем в этих двух форматах, то независимо от места реализации этого урока, он получается все равно более насыщенным за счет того, что мы добавляем, ну, или элементы дистанта в обычный класс, или элементы каких-то необычных уроков в дистанционный класс. Поэтому творим в двух форматах. И, конечно, многие из вас, так же, как и многие, да, из преподавателей школ и вузов, сейчас испытывают одни и те же трудности. Очень трудно мотивировать ребят, которые не привыкли к таким форматам работы, и к дистанционным, и к очным в таких условиях пандемии, да, когда все может завтра закончиться. И немножечко снижена мотивация к учебе у всех. И хочется что-то такое придумать, чтобы все-таки включилась и голова, и глаза, и руки. И здесь, безусловно, всех нас выручит принцип Полианы. Помните эту замечательную героиню, которая умела все жизненные трудности превращать в радость, превращать в некие возможности. Конечно, в обычной жизни это выглядит иногда немножко странно, когда мы не замечаем проблем, а во всем ищем только поводы для радости. Но вот в период неопределенности нам важно, да, вот эту неопределенность превращать в возможности, с которыми мы точно справимся. Иначе мы все погрузимся в депрессию, нам она совсем не нужна. Ну, а дальше мы запускаем силу ассоциаций. У нас вот такие, да, волшебные мешочки есть. Мы заглядываем в этот мешочек. И, конечно, сегодня у нас не будет интриги. Вы знаете уже, какую карточку мы вытащили. Мы вытащили ее заранее. А так, в мешочке у нас карточки, на каждой из которых написано «Урок как». Ну, скоро еще выйдут мешочки, где занятие как и курс как. Но в любом случае, все они устроены по принципу ассоциаций. И мы вытаскиваем мешочек. И у нас оказывается карточка, которая называется «Урок как лабиринт». Ну и что, мы берем мышки и в чате ассоциации «Урок как лабиринт». Что такое появится в этом уроке, что напомнит нам лабиринт? Пожалуйста, пишите. Ваши ассоциации. Так, вижу тупики. Миф, задание, цель, карта, варианты выбора. Так, повороты, не все читаю. Но вижу квест, путь, выход, искать выход. Угу. Так, квест. Можно не повторять, если уже какие-то есть, да, идеи. Путь, путаница. Неизвестно, чем закончится. Много вариантов. Выход, головоломка, поиск. Загадка. Отлично. Ну что, коллеги, на самом деле ассоциаций действительно много. Я говорила, что идей будет очень много для развития. И спасибо вам, если кто-то еще не поделился, пишите. Я читаю, не все озвучиваю, но вижу с удовольствием ваши идеи. Идей, да, да, идей у нас очень много. Но нам эти идеи предстоит с вами воплощать. Вот первые такие идеи мы увидели. И согласитесь, уже сразу у нас, у педагогов загораются глаза. А что бы такого интересненького придумать? А для того, чтобы придумать интересный урок, конечно, нам нужно вот это внутреннее вдохновение, энергия, сила, которая сейчас в каждом из вас появилась. Ну а дальше мы продолжаем. Чтобы удалось погрузить наших учеников в такую атмосферу лабиринта, независимо от того, в обычном классе или в дистанционном, нам нужно каким-то образом создать атмосферу. Вот в дистанционном нам может помочь вот какой-то такой загадочный слайд. Видите, у меня написано «Вы здесь», и что мы создаем атмосферу. В обычном классе нам могут помочь какие-то там необычно расставленные парты, например, или какой-то загадочный вход в кабинет. Но чаще всего педагоги именно с партами играют, или вообще их убирают, или из парт некое такое подобие лабиринта можно создать, расставить их необычным образом. Что дальше? А дальше мы продумываем. Это у нас один урок? Тогда это просто лабиринт. А если мы хотим сделать серию уроков, ну, например, педагоги начальной школы часто говорят, что интересно целый день погружаться в какую-то атмосферу, тогда это может быть вот остров лабиринтов, например. Или это может быть целая неделя там на острове лабиринтов. То есть мы погружаемся в такую тему на какой-то промежуток времени. В чем наша трудность, вот работая в системе школьного образования, вузовского образования? У нас нет возможности работать такими короткими дистанциями. Да, у нас всегда есть там четверть, триместр, полугодие, семестр, год. То есть у нас большие дистанции. И вот чтобы эту большую дистанцию нарезать на какие-то небольшие кусочки, вот мы можем как раз использовать вот эту силу ассоциаций. У нас неделя в одном месте, там, или один урок, или один день. Это зависит уже от количества уроков у вас. Если, например, у вас предмет два раза в неделю, это одна ситуация. Если у вас каждый день, это другая ситуация. Здесь каждый сам для себя эту поправку делает. Но у нас есть возможность вот нарезать на такие кусочки, фрагменты, да, весь наш курс. И добавляя вот такое необычное место, да, в котором проходит наш урок, мы тем самым создаем, как будто бы у нас не один предмет преподаваемый, да, как будто у нас много коротких. Потому что, согласитесь, математика в острове лабиринтов, на острове лабиринтов, и математика, не знаю, где-нибудь на Марсе, это будет как будто бы два разных предмета. Понятно, что содержание остается наше, но вот эта атмосфера, она настолько влияет, что у учеников создаются ощущения, что они всегда в каком-то новом месте. Мы летом проводили онлайн-регату, и вот остров лабиринтов была наша любимая тема. У нас был формат какой? День берег, день гонка. Один день на берегу ребята знакомились там с экспертами интересными, с гостями, осваивали какие-то новые для себя знания, а на следующий день отправлялись на гонку, и гонка – это была полностью самостоятельная такая работа. Вот этот ритм включения-выключения, то вместе, то самостоятельно, то вместе, то самостоятельно, он жизненно необходим для дистанционного формата. Как только мы наших участников превращаем в слушателей, и у нас есть учитель на сцене, да, или преподаватель на сцене, а наши ученики, студенты, они слушатели, это такой самый тупиковый путь, потому что, ну, как бы, мы ничего не добьемся, кроме того, что устанем все. Поэтому вот какие-то форматы чередований нужны нам. У нас в онлайн-регате, вот этот слайд именно оттуда, был такой капитан, и этот капитан помогал участникам понимать, куда они приплыли, да, к какому берегу. Помимо острова лабиринтов у нас была и тихая гави, венпиратская, и какие-то еще, да, элементы, то есть там 14 дней путешествия, 14 разных мест. И вот такие персонажи, да, они помогают тоже создавать атмосферу и становятся некими такими проводниками. Если что-то со звуком, нажимайте F5, может быть, какие-то проблемы на местном уровне. И, конечно, для того, чтобы дальше выстраивать наш урок с точки зрения вовлечения, да, вовлекающего такого сценария, нам нужно учитывать драйверы вовлечения, которые я очень люблю, которые сформулировал когда-то Юкачу для создателей онлайн-игр. И вот этот окталис так или иначе мы всегда встраиваем в нашу работу. И вот как только у нас появился некий остров или некий лабиринт, как только у нас появился некий персонаж, мы так или иначе задействовали драйвер высшего смысла или миссии. Да, мы понимаем, что если мы здесь, то нас попросят либо кому-то помочь, либо стать самому в роли, да, руководителя там или лидера экспедиции, или проводника по лабиринту, или ещё что-то. И вот ученик, когда он наделён вот этим каким-то смыслом дополнительным, получает некий мотивационный такой импульс, да, что я смогу помочь всем. И для многих этот драйвер является таким ведущим. Ну, а мы двигаемся дальше. Конечно, многие из вас, когда подбирали ассоциации к слову лабиринт, сказали, что лабиринт ассоциируется с квестом, с какими-то испытаниями, с какими-то сложностями. И уверены, что вы хотя бы раз в жизни точно участвовали в каком-нибудь квесте. И предлагаю вам поучаствовать в опросе. Сейчас на экране появится опрос. И выберите, пожалуйста, что по-вашему такое квест. Будьте внимательны, там несколько правильных ответов. Что по-вашему такое квест? Я запускаю вопрос и жду ваши ответы. Так, вижу уже несколько проголосовавших. Вижу уже 160 человек проголосовало. Вижу, кто-то пишет в чат. Лучше писать прямо в опросе, если получается. Если есть такая возможность. Опрос прямо на экране у вас. Ну что, понимаю, что не все коллеги видят наш опрос. Возможность телефона не во всех платках есть. Ну, большинству удалось проголосовать. И я сейчас остановлю наш опрос. Да, вижу, что многие пишут в чат. И скажу вам всем, что на самом деле здесь был только один ответ, который не является квестом. И, как ни странно, за этот ответ проголосовали 66 человек. Викторина – это не квест. Викторина – это квиз. Да, такой еще один формат есть. А все остальные варианты. Игра, связанная с прохождением испытаний. Сериал в жанре экшен. Модуль космической станции. И даже роман Бориса Акунина. Может быть квестом. Но нас, конечно, с вами будет сегодня интересовать квест, как игра, связанная с прохождением испытаний. Спасибо вам. Покажу результаты. Остановлю опрос. Благодарю вас за участие. Ну, и мы двигаемся дальше. Спасибо всем, кто написал в чате. Я увидела ваш тоже ответ у большинства про игру. Конечно, сегодня мы будем говорить про игру. И... Да, вижу, что викторина может быть частью квеста. Да. Частью квеста может быть вообще все, что угодно. Ну, а что такое квест и как его эффективнее использовать в современной школе? Попробуем сейчас определиться. Если говорить и определениями, да, то квест – некая такая приключенческая игра. И, конечно, самый важный элемент – именно решение заданий, требующих вот каких-то усилий умственных. И именно поэтому квесты так любят в образовании. Да, нам важно, чтобы ребята прилагали некие усилия. Но мало предложить просто задания. Нужно еще и создать ситуацию, когда достаточно такая эмоциональная обстановка, да, соответствующая. Потому что если просто решать задание, то это скорее олимпиада. А нам нужен квест. Поэтому вот здесь на слайде некие такие структурные элементы квеста, о которых мы должны помнить, если хотим вот по-настоящему квест создать. Да, именно квест, а не элементы квеста. Конечно, у нас должна быть некая легенда. Она добавляет вот тот самый высший смысл, задействует драйвер вовлечения. Но к легенде нужны четкие формулировки заданий. И важна форма представления результата. Часто мы делаем очень интересные задания, но не всегда продумываем, а в каком виде представить результат. То есть очень четко, не просто найдите ответ, да, на вопрос, но еще и там, ну, самое простое, напишите, там, усло скажите, да, сделайте там несколько серий фотофактов, да, когда мы снимаем, что было в начале и какой-то процесс, который происходит. Нарисуйте, создайте там комикс, ребус или еще что-то, да, то есть очень четкий формат представления результатов нам нужен. Ну и, конечно, эти вот два элемента, они обязательны для любого квеста, но квест становится еще увлекательнее, если в нем появляются роли, если у нас есть у участников свои конкретные задачи. Я уже сказала, что кто-то лидер, да, который отвечает за стратегию, там, поведение группы, но есть и тот, кто, например, хранитель какого-то конверта с результатами, да, или если на каждом этапе квеста, который там в формате ротации станций, выдают какие-то кусочки, там, пазла, ребуса, шифра, туда тоже нужен хранитель вот этих вот кусочков, чтобы потом собрать все вместе. Где-то у вас появляется хранитель маршрутного листа или там тот, кто следит за временем. Понятно, что все эти роли зависят от тематики квеста и конкретно от формы его проведения, но продумываем, что вот эти роли распределить ребята тоже должны до старта. Естественно, помним о ресурсах. Если у нас квест в обычном кабинете, то, конечно, мы там все распечатываем, все готовим или готовим компьютер, если у нас есть элементы веб-квеста в обычном. Если в интернете квест, то четко маршрут, чтобы наши ученики, которые ушли по ссылкам из какой-то точки входа, да, они потом понимали, как вернуться назад. Потому что вот большая беда веб-квестов, что мы отправляем в такое свободное плавание по интернету, а дальше наши ученики ушли, изучают, читают, а что они должны оттуда вернуть нам и в какое время, мы иногда забываем сказать. И хорошо, если мы не ограничены во времени, например, мы их отправили в квест и там встретимся через неделю и узнаем, кто что нашел. Но если мы дадим конкретные задачи и четко они нам в этот же день должны что-то вернуть назад, то обычно количество потеряшек гораздо меньше, да, вот, то есть нам четкость позволяет никого не потерять. Ну, оценка, да, если мы предлагаем представить нам результаты, то мы должны быть готовы оценивать эти результаты. И хорошо, если оценка, это не просто там молодец, спасибо, а эта оценка содержит какие-то конкретные рекомендации, да, на что было нужно обратить внимание. Ну, опять здесь все зависит от тематики. Ну, и обратная связь. Вот если это свободный совсем полет, то эффективность снижается в разы. Конечно, давать обратную связь адресную, живую, достаточно сложно. Поэтому продумывайте, как можно дать обратную связь, не тратя свои собственные ресурсы. Как это можно сделать? Вот у меня, вы видели уже, часто появляются персонажи на слайдах. Вот просто в то место, куда ученики вернулись после интернет-путешествия, вы заранее, да, готовите некую реплику от персонажа. Понятно, что он может спросить, там, справились вы с заданием или не справились вы с заданием, понравилось или не понравилось, да. Понятно, что это будет не очень содержательная обратная связь. Но наличие даже такой обратной связи создает ощущение, вот такой некий эффект присутствия. О нем чуть позже еще скажу. Конечно, квесты могут быть очень разные. И здесь вот на слайде из одного из наших курсов представлены несколько видов квеста. Квест выберись из комнаты, который может быть как в реальной комнате, так и в виртуальной комнате. О нем чуть позже еще скажу. Квест по станциям, которые мы с вами уже упомянули. Веб-квест, путешествие по лабиринтам интернета. Да, квест, который может вам, да, позволить осуществить какие-то, да, интересные там и приключения внутри, и путешествия, и так далее. Да, то есть вариантов квеста достаточно много. Помним, что сам жанр квестов, он родился очень-очень давно. Если вспоминать, то можно вспомнить и 12 подвигов Геракла, и рыцарей круглого стола, да, если в историю вопроса погружаться. Но нас сейчас гораздо больше интересует как раз формат, да, а как сделать этот квест интересным и таким вот содержательным. И, безусловно, мало атмосферы и мало одних заданий. Нужно придумать такие препятствия, которые заставят учеников мобилизовать все свои ресурсы. И здесь, конечно, важно несколько учесть факторов. Ну, прежде всего, так называемый оптимальный уровень трудности. То есть придумать такие задания, которые сделать ваши ученики, ваши студенты могут, но нелегко. То есть это не такие вот препятствия, которые раз, и мы отращиваем крылышки, да, говорим, что все здорово, я молодец, у меня все получилось. А это действительно серьезные препятствия, которые вызывают трудности. А еще лучше, если для решения таких заданий, для преодоления таких препятствий, нужно будет работать всей командой. И здесь, конечно, важно запустить несколько драйверов. Один из самых сильных драйверов вовлечения у школьников-студентов связан со следовательской деятельностью или с творчеством, с самореализацией, с возможностью показать себя. И, конечно, предлагая задание, мы помним о том, что формат представления результатов должен всегда меняться. Я уже говорила, что где-то мы рисуем, где-то мы снимаем, где-то мы еще, да, что-то. Если формат всегда только написать, то мы теряем наших учеников. И для того, чтобы запустить максимально у всех, конечно, стараемся разного вида задания предлагать. И вот, как я говорила, да, обратная связь. Чтобы выбраться из лабиринта и успеть к старту, воспользуйтесь подсказками. Вот такой персонаж и его реплика внутри курса, будь то дистанционного или внутри обычного урока, но появляющийся на слайде вместо нас, да, не мы комментируем, а условия преподносит нам некий персонаж. Это, конечно, добавляет эмоции в любой наш квест. Ну, а мы двигаемся дальше. Ну, какой квест без непредсказуемости? Вы уже, подбирая ассоциации, сказали, что неизвестно, что там будет. И от этого как раз и загораются наши глаза, и включается драйвер любопытства, драйвер тайны и драйвер, да, вот этого вот желания посмотреть, а что же там внутри. И, конечно, лабиринт позволяет нам запутать любые какие-то, да, наши дорожки и заставить задумываться об этом. Поэтому даже просто вот такой интерьер, да, лабиринта, и где-то здесь спрятано наше задание, да, даже вот это уже заставляет немножечко нас включиться в процесс работы. Но этого опять мало. Нам важно предлагать ученикам постоянно делать какой-то свой выбор, выбирать внутри. И у меня к вам вопрос. Какие игры, связанные с выбором, вы знаете, чтобы был выбор, выбирать или то, или то, какой-то выбор. Напишите, пожалуйста, в чате. Какие-то игры, связанные с выбором. Да, нет. Тесты. Крокодил, видимо. Квизы. Концовка в истории. Игра в слова. Викторины. Вот тут как раз викторины и появляются. Да, расскажу историю. Вижу. Отлично. Спасибо огромное. Тесты частые. Викторины повторяются. Идонетка. Морской бой. Кроссворд. Соответствие. Брейн ринг. Спасибо огромное. Я очень люблю игру, которая так и называется ИЛИТО, да, где мы предлагаем задания. И предлагаю вам в такую игру тоже сейчас сыграть. Итак, вы знаете, что традиционно курсы повышения квалификации занимают примерно 72 часа. Ну, то есть, бывают и короче, бывают и длиннее, но час, самый часто встречающийся формат 72 часа. Проводят их по-разному. Вот, что бы вы выбрали, если вам нужно попасть на курс повышения квалификации, учиться 3 часа в неделю и в течение полугода пройти курс за 72 часа, или вы бы предпочли учиться нужному, прерываясь только на еду и сон, и потратить на все обучение драгоценные 6 дней каникул. Итак, ваш выбор. Напишите, пожалуйста, в чате. Итак, 6 месяцев или 6 дней? У нас сегодня со скоростью телеграфа, по-моему, приходят в чат ответы. Но я вижу, что они разные, что есть и 6 дней, и 6 месяцев. Потому что у каждого из нас все равно свои обстоятельства. Кто-то готов работать с погружением, а кто-то готов работать медленно, да, постепенно, применяя тут же все в практику и так далее. И когда нам такой выбор предлагают, и мы делаем его сознательно, то, конечно, мы включаемся с гораздо большей готовностью. Давайте еще попробуем. Смотрите, вы бы предпочли 3 часа бродить по лабиринту или 3 часа ехать на электричке и любоваться окрестностями. Ваш выбор. 3 часа по лабиринту бродить или быть в дороге? Вижу, вижу. Вижу опять есть варианты. И согласитесь, что ваш выбор во многом определен сегодняшним вашим состоянием. Вы, может быть, устали, и вы сегодня предпочтете любоваться красивыми видами из окна электрички. А у вас, да, горят глаза и вам хочется каких-то приключений, и вы с удовольствием отправитесь в лабиринт бродить и разбираться, что там. Да, 3 часа по лабиринту тяжело бродить, соглашусь. Но сама возможность выбора – это тоже такой драйвер вовлечения, которым мы должны учитывать, предлагая решение. И если на станции, на которую пришли ребята, да, или в комнату, в которую они пришли, у них будет возможность выбора заданий. Выбери и сделай либо то, либо то, без каких-либо штрафов. Да, то есть ты выбираешь то, что тебе интереснее, то, что тебе важнее, то, что тебе ценнее. То это всегда повышает вовлеченность наших участников. Поэтому помните об этом. Не обязательно создавать полностью, да, квест задания или полностью урок как лабиринт, но даже элемент, возможность выбора пути, возможность выбора стратегии, возможность выбора заданий – это то, что позволяет нам вовлечь практически всех наших учеников. Ну, а мы двигаемся дальше. И еще один драйвер вовлечения, который мы учитываем и который тоже в лабиринте сильно нам помогает – это драйвер, связанный с социальной значимостью. Я уже говорила, что командные квесты, да, командные прохождения препятствий обычно приносят больше эмоций и вот эта вот синергия, которая возникает от работы команды, она идет на пользу всем участникам. Но у вас могут быть не только командные задания, у вас могут быть еще и задания, связанные с соревнованием. То есть когда на одном из этапов квеста у нас встречаются две команды и соревнуются друг с другом. Или на одном из этапов квеста у вас встречаются два ученика и соревнуются друг с другом. Вот этот драйвер социальной значимости, ну, здесь многие говорили про истории, про сторителлинг, и наверняка знаете, что там есть такой элемент, как встреча с боссом, да, обычно такой вот тоже как поединок. Вот некий элемент такого поединка, в котором мы проверяем себя, стоит задействовать и в любом нашем квесте, то есть, когда важно быть не одному, а либо соревноваться с кем-то, либо работать в команде с кем-то, либо соревноваться по командам. Ну, это один из слайдов нашего, нашей онлайн-регаты, да, еще важный элемент, если мы работаем дистанционно с теми учениками, с которыми привыкли работать очно, важно, чтобы внутри лабиринта или внутри какого-то другого сложного испытания они встречали все-таки нас. Ну, вот мы для себя придумали такой формат, как мы его назвали, геймификация жизни, когда реальные преподаватели появляются в курсе, но в той стилистике, в той атмосфере, которая в данный момент была. Но вы можете появляться и в любом другом формате, но это не должна быть ваша говорящая голова. Это должно быть, должен быть какой-то элемент такого сюрприза, элемент неожиданности, элемент такого педагога, преподавателя, помощника, который всегда рядом. И если вы вот появляетесь в момент накала страстей, в тот момент, когда вашим ученикам кажется, что ничего у них не получается, то это действует как такая волшебная пилюлька, да, или волшебная таблетка. То есть ученики понимают, что они не брошены, но при этом вы все равно находитесь на расстоянии, и вы не подсказываете им, как выбраться из сложной ситуации. Вы даете им возможность выбираться самостоятельно, но показываете, что вы все равно рядом. И, да, вот, заметили, что много у нас разных персонажей, и, конечно, вот этот эффект присутствия, о котором я сегодня уже немножко говорила, они создают. Но мы с вами говорили, что, конечно, можно и не выбраться из лабиринта, но всегда есть подсказка. То есть в нужный момент вы можете появиться и дать там карту загадочного лабиринта, да, или показать какой-то запасной выход из этого лабиринта. То есть появиться и рассказать, где, на каком этапе, или, может быть, вернуться назад, повторить какие-то элементы. Ну, а перед нами тот самый Окталис, о котором я сегодня говорила, и здесь все наши 8 драйверов увлечения. Мы уже, смотрите, сказали, что в лабиринте мы точно задействуем драйвер, который называется высший смысл, миссия. Затем мы с вами запустили исследование творчества, сказали про социальную значимость и про непредсказуемость. Вижу вопрос, чуть позже расскажу. Ну, и, соответственно, мы половину колеса, да, уже прошли. Но для того, чтобы вовлечь максимально всех, вот секрет этого колеса Окталиса в том, чтобы надо хотя бы коснуться всех 8 драйверов. То есть чем больше драйверов задействовано, тем больше вовлечения. То есть колесо должно вращаться, а чтобы оно вращалось, хотя бы чуть-чуть, да, его нужно подталкивать. Ну, и напоминаю тем, кто не знаком с Октализом, что здесь в верхней части находятся такие позитивные индикаторы, в нижней части больше негативные. Но для того, чтобы вовлекались ученики, нужно, соответственно, нам работать и с теми, и с теми драйверами. Ну, и левое, правое полушарие, если мы поделим по вертикали, то у нас будет левое полушарие и правое полушарие. Вижу, просят ссылку на автора колеса. Лучше запомнить слово Октализ, да, и вы найдете и книгу с таким названием Октализ. И автор, у него целый сайт посвящен драйверам вовлечения, Ю Кай Чоу. Единственное, на русский язык не переведено, хотя отдельные элементы есть и ВКонтакте, и еще, да, в разных местах переведенные на русский язык. Ну, а мы двигаемся дальше. И следующий драйвер, который мы задействуем, ну, так, спрашивают, как Октализ. Октализ вот здесь на слайде написан. Октализ. Прямо на экране написано слово. Да, Ю Кай Чоу. Спасибо там, Татьяна, за помощь. Ну, а мы добрались до драйвера, который связан с безопасностью. И вот здесь смотрите, как он срабатывает. Нам важно, чтобы, с одной стороны, вот этот боязнь потери чего-то, что ценно для ученика, и избегание негатива, да, мы все время пытаемся наших учеников, студентов и самих себя уберечь от ошибок. Но для того, чтобы развиваться, каждому из нас необходимо совершать эти ошибки и понимать меру своей ответственности за неправильный выбор. Помните, мы с выбора начали? То есть мы должны ошибаться и отвечать за свои ошибки. Именно так формируется ответственность, и именно так развивается вот та самая инициативность. И поэтому вот здесь очень сложная позиция для педагога видеть, что ученики ошибаются, что они идут не в ту сторону по нашему лабиринту, но при этом не подсказывать им и не помогать им раньше времени. Конечно, мы можем задействовать всякие элементы, связанные там с волшебными клубочками, которые показывают правильный путь, но лучше, если этого пути нет заранее. Тогда у учеников есть возможность как раз пойти не по тому пути. Да, спасибо, коллеги, вижу, там ссылками делитесь. Мы добавили препятствия, помните, но у нас был этап, связанный с самореализацией, с творчеством и с исследованием. Это были одни препятствия. А теперь нам нужны немножечко другие. Что значит другие? Какие-то задания, которые позволят нашим ученикам проявить теперь уже свои качества, связанные с обработкой информации, с тем, что они не только получили новую информацию, но они и могут ее анализировать, сортировать или еще что-то делать. Конечно, по видам заданий у нас большой целый отдельный вебинар, но вот одно из наших любимых заданий называется «Доска детектива». Если знакомы с ним, можно поставить плюсик, но я знаю, что вас много, поэтому если не знакомы, кто-то один напишет «нет», я расскажу подробно про это задание. Так, вижу один минусик, все, можно больше не ставить, вижу. Итак, в чем суть «Доски детектива»? Пока можно не писать, да, я увидела один минусик, этого достаточно. Мы даем ребятам, вот здесь формат подачи в каком виде зависит от проведения. То есть, если это в обычном классе, в обычной аудитории, это может быть просто конверт с материалами. Если мы работаем в онлайн-классе, то можно подавать это, например, на доске Padlet или на какой-то еще доске интерактивной, которую вы используете. Даем некие материалы. Ну, что это может быть? Я чаще всего даю на примере истории или литературы, но по любому предмету это можно сделать. Ну, например, я даю фотографию писателя, годы его жизни, какие-то его произведения. Но важно, что это не один писатель, а их несколько. И мы таким образом проводим, например, урок в конце четверти обобщения. Что мы изучали? У нас есть фамилии писателей, у нас есть даты рождения писателей, у нас есть названия их произведений и отрывки из каких-то произведений. И задача учеников выстроить эти взаимосвязи. То есть, например, писатель, дата рождения, его произведения, отрывки из его произведений. Нужно это сортировать. Это один вариант задания. Или мы даем некие факты, которые во времени взаимосвязаны друг с другом. Например, исторические даты. Мы даем даты и даем название событий. Опять-таки, они оторваны друг от друга. У учеников задача, с одной стороны, выстроить хронологию событий, с другой стороны, вспомнить, какие там исторические персонажи или какие города были задействованы при тех или иных событиях. То есть, понятен принцип. У нас есть разрозненная информация, и ее нужно связать. Это могут быть связи, связанные со временем, связанные, вот как обычно мы делаем, сравнительные, сопоставительные таблицы. Это могут быть логически взаимосвязанные между собой факты. Это может быть некие такие чек-листы, иерархия событий. Что нужно сделать до, что нужно сделать после. В любом случае, это должны быть взаимосвязанные между собой факты. И выстраиваем их. Ну, можно просто на доске двигать. Можно, как видите, здесь у меня есть и стикеры, и ниточки. Можно давать вариант, где нужно дополнить недостающую информацию. То есть, например, мы дали про писателей, а про кого-то из писателей у нас нету, там, дата рождения, про кого-то нету его произведения. Это ребята должны заполнить сами. Вот примерно такого рода задания. Они хороши как на уроке лабиринте или просто на квесте, так и в качестве, например, домашнего задания. Особенно на десанте идет хорошо. Ребята и придумывают сами элементы для этой доски детектива, и собирают свои версии. То есть, здесь главное дать такую задачку. И здесь мы задействуем и тот драйвер, который связан с исследованиями и с творчеством, так и вот ту самую непредсказуемость. Там мы запускаем сразу два драйвера одним заданием. Двигаемся дальше. Еще важно дефицит и нетерпеливость. Не знаю, как вы, а я уже поглядываю на часы, вижу, что у нас осталось мало времени. И фактор времени, он часто мотивирует нас за короткое время выдать как можно больше информации. И вот я этот драйвер задействую на наших Zoom-играх, когда во время игры даю участникам на обсуждение, ну, практически как знатокам во время что, где, когда, минуту на обсуждение. И нам кажется, что вот эта минута в уроке или в нашей лекции, да, 90-минутной, это совсем чуть-чуть, и что можно успеть за минуту. Но если мы попробуем вот эти минуты самые ценные, самые важные во время урока выделять, именно говоря о том, что вот эта важная минута, минута на обсуждение, то вы увидите, как много за там 3 или 5 таких выделенных минут могут сделать ваши ученики, ваши студенты. Задействуйте этот драйвер обязательно, особенно в условиях лабиринта, да, у нас там темнеет или у нас еще какие-то обстоятельства, и нам надо срочно доделать что-то. Срочность заставляет нас двигаться дальше. Ну и, конечно, контроль, обладание, такое чувство собственности, когда у меня что-то появляется. В лабиринте у учеников в какой-то момент может появиться карта, которая позволит им выбраться из этого лабиринта. Это могут быть кусочки карты несколько раз, но это немножко другой формат, да, а вот когда в самый сложный момент появляется карта, которая подсказывает, как все-таки выбраться из этого лабиринта, это немножечко иначе, да, воспринимается некая ценность. Здесь тоже зависит от возраста. Малышам, с которыми мы работаем, часто нужно держать что-то такое в руках. И вот сейчас, когда дистанционно некоторые классы работают, им как раз не хватает вот этой ручной работы. И мы, например, с ребятами делаем разные таблички, да, то есть вот когда берут простой карандаш, к карандашу там приклеивают, ну, например, стикер. Ну, лучше, конечно, если это из картона сделано, но я сейчас прямо под рукой так. Вот у меня табличка, я прошу что-то учеников написать и показать мне эту табличку. Да, может быть, качество того, что написано, будет не очень заметно, но мы точно вовлечем всех, и мы точно увидим, кто с нами из учеников, а кого нету. Кто показал нам свой такой волшебный флажок, а кто отвлекся, кто не вовлечет. И опять-таки вот этот флажок, который остался у нас с урока, мы потом чуть позже еще скажем про послевкусие, да, вот это как раз и будет элемент того, что я унес с урока с собой. Для малышей особенно важно, чтобы был вот какой-то такой заметный атрибут. Да, это не только запись в тетради, но это еще и что-то такое дополнительное, чем обладаю именно, да, я и что есть у меня и у всех, кто был со мной на этом уроке. И, может быть, это обладание подтверждено некими такими сертификатами, бонусами, бейджиками. У нас есть целая серия разных таких необычных сертификатов. Если кому-то будет интересно, у нас, по-моему, в Фейсбуке они в открытом доступе, можно будет написать мне или я Татьяне перешлю, может быть, где-то мы их прикрепим тоже, сертификаты. Это виды сертификатов, которые могут получить ученики. Ну вот, например, ученик может получить право на сладкий сон и начать обучение со второго урока. Или ученик может воспользоваться правом и сегодня не выполнять домашнее задание. Да, и вот такие сертификаты, которые не связаны с обычными нашими там тройками, четверками или зачетами, именно позволяют получить нечто такое особенное. И, конечно, вот это особенное, что есть у меня, оно дает силы не за счет того, что ты этим обладаешь, а за счет того, что ты некое такое предвкушение, как я смогу этим воспользоваться. Представляете, вы получили право поспать первый урок. Это же не сразу используешь это право. Это будешь выбирать момент, когда мне это понадобится. И часто получается, что ученики и не воспользуются этим сертификатом, но сам факт обладания таким сертификатом и возможностью когда-нибудь им воспользоваться, он заставляет ученика включаться, да, и вот из нашего с вами лабиринта выбираться все дальше и дальше. Ну и, безусловно, еще один драйвер вовлечения, когда мы оцениваем достижения учеников и видим их на доске прогресса, считаем какие-то баллы, получают ученики во время нашего урока какие-то, да, видимые, там, баллы или, там, кусочки, да, за достижения свои. То есть, когда мы можем увидеть, как мы растем, это всегда заставляет расти еще больше. Поэтому вы стремитесь к тому, чтобы ученики получали от вас не только эмоции, да, но и вот какие-то такие оценки, позволяющие им увидеть свой уровень. И опять-таки вот наши школьные системы, к сожалению, не сильно мотивируют учеников. Это в первом там классе, когда они впервые получают пятерки, четверки или двойки, они на них реагируют. Где-то с пятого класса большинство учеников уже равнодушно относятся к тому, какие баллы они получают. Да, конечно, есть там те, кого ругают родителей за двойки, они будут на них реагировать, но вовсе не так, как нам надо. Поэтому еще один элемент, вот здесь у нас на слайде, наши герои. И вы видите, здесь есть такой квадратик, на котором написано «Лодка, компас», но нарисован почему-то микроавтобус. Вот такие элементы, головоломки, которые появляются в разных местах материалов, которые ребята изучают самостоятельно. И у них есть задача сфотографировать эти элементы, увидеть их и, соответственно, сохранить, а потом когда-то собрать единую головоломку. Давайте повторим основные признаки интересного квеста, о которых мы с вами сегодня поговорили. Есть легенда-сюжет, есть некая цель для игроков, есть роли для игроков, есть коллективные задания и какая-то интерактивность, загадки-головоломки, которые мы добавляем, и игровые механики. Как это реализовать? Вариантов много. И я вам здесь в качестве такого рояля в кустах приготовила еще дополнительные такие подсказки, элементы. Я сейчас вам их покажу, но практически уже буквально там 2-3 минуты прокомментирую. Это больше ваша домашняя самостоятельная работа для тех, кому интересно. Что здесь есть? Ну, во-первых, сервисы, которые позволяют создавать такие интересные лабиринты или квесты для вас. Здесь есть те сервисы, которые позволяют, вот доски, да, падлет мира, где можно создать доску детектива, о которой мы говорили. Здесь есть сервисы, которые позволяют придумать полноценные квесты. Джениали, Доктор Квест и Лернис. И есть сервис Юда Кэнди, где можно упаковать красиво любое ваше задание. По сервису Лернис я вам здесь приготовила один готовый такой лабиринт, да, квест в формате «Выберись из комнаты». Вы можете его пройти по этой инструкции самостоятельно и затем создать похожий лабиринт. Вот видите, это как раз вариант обратной связи у нас. Можете потом создать такой квест сами по инструкции. Смотрите, у вас здесь есть, да, как приготовить задание, как приготовить, да, эти задания для загрузки. И алгоритм работы. Делай раз – зарегистрируйся, делай два – загрузи, делай три и так далее. Я вот такой подробный, пошаговый вам здесь приготовила алгоритм. Если захотите попробовать, можно попробовать. Ну и, безусловно, чтобы успеть все варианты, нам нужно запустить в себе тот самый дефицит времени и захотеть создать этот квест. Ну, а если не получится, и если вы поняли, что лабиринт не совсем то, что вам нужно, возможно, вам нужен, например, симулятор. И я вот здесь выбрала такую иллюстрацию, которая мне напомнила фильм, который называется «Застрявший в лабиринте». Такой про подростков современный фильм. Если не смотрели, рекомендую. Можно запустить, да, вот такой многоуровневый лабиринт. Если вы вдруг работаете в УЗИ дистанционно, подумайте про адаптивный курс, когда можно двигаться по верхнему этажу лабиринта, а можно углубляться все дальше и дальше вниз. Да, как вариант такого многоуровневого лабиринта. Такой можно растянуть на целый год. Ну, или курс «Лабиринт. Путешествие», да, когда в результате лабиринта вы оказываетесь все в новых и новых местах. И вот меня, например, вдохновила одна из книг, такая книга, которая построена на письмах, то есть письмо переносит в какое-то конкретное место, и постепенно из вот этих мест складывается, из писем и мест складывается настоящий такой вот лабиринт. Очень интересный такой атлас, да, то есть и познавательно, и с элементами лабиринта. Ну, и здесь для вас ссылки на инструменты, о которых я сегодня говорила и не говорила. Вот тот конструктор необычных уроков, это вот тот самый волшебный мешочек с уроками. Карточки «Креативный вызов», конструктор, ну и так далее. Я не буду все ссылки комментировать. Здесь есть ссылки на Zoom-игры, здесь есть ссылки на идеи для заданий. Иногда у нас возникает проблема, а как так интересно сформулировать, казалось бы, обычное задание. Вот как упаковать простое, да, привычное задание в необычное. Вот здесь есть ссылки, где можно посмотреть. Ну, и если будут вопросы, да, можно обращаться по инструментам. Мы сегодня практически с вами не говорили, но вы можете набрать всегда в интернете инструменты для квеста или заглянуть в Директ Академию. У них очень много вебинаров, пошаговых знакомств с конкретными инструментами, которые позволят вам урок как лабиринт воплотить в жизнь. Ну, еще инструменты, о которых говорила сегодня для реализации квеста в интернет-сервисах. Ну, и тогда ваши ученики будут говорить, что все это было незабываемо. Ну, а у вас и у коллег будут гореть глаза. И, как мы всегда говорим, педагоги играют и всегда выигрывают. Ну, а здесь страничка с нашими контактами, наше педагогическое конструкторское бюро. Я и Александр Сергеевич, и мы готовы всегда на ваши вопросы отвечать. Спасибо вам. У нас сегодня 385 сейчас было человек, да. Спасибо за творчество, спасибо за такой живой чат, за вашу активность. И очень надеюсь, что урок «Лабиринт» станет в вашей педагогической коллекции одним из любимых вами. И, безусловно, он понравится и вашим ученикам. Вижу слова благодарности. Если есть вопросы, задавайте их. Я сейчас открою вкладку «Вопросы». Да, вижу несколько вопросов. Так, сейчас. Так, вот вижу вопрос, что если учитель подготовил интересный квест, а у детей, детям неинтересно, у детей в глазах пустота, что делать? Значит, здесь возможны два варианта. Либо у учеников слишком много необычных уроков, да, и они от этого тоже немножечко устают эмоционально. Но я бы в качестве решения предложила передать роль авторов этого квеста самим детям. То есть, если дети сами будут придумывать задания, то точно глаза загорятся хотя бы у некоторых из них, и тогда будет проще вовлечь остальных. Так, смотрю дальше наши вопросы. Смотрю вкладку «Вопросы», потом вернусь к вам. Так, загуглила для точности квест. Ну, компьютерные игры квест тоже может быть. Нет, про квест очень много определений, поэтому спасибо, что загуглили. Действительно, квестом можно назвать в современном мире практически все, что угодно. Предусмотрен ли практический мастер-класс по созданию квестов на сайтах педагогов? Пыталась создать, но не получается. Есть такие вебинары, практические мастер-классы, в том числе и в Директ-Академии, где пошагово знакомимся с инструментом и упаковываем в квест. Можно ли скачать презентацию? Да, здесь Татьяна ответила, вижу. Так, возвращаюсь к вам в общий чат. Так, про сертификаты, наверное, Татьяна прокомментирует. У кого-то там чужой сертификат получился. Вебинар в формате квеста, да, было бы, Павел Валерьевич, замечательно, но вот площадка это не очень позволяет. А так у нас есть старинный курс 2013 года, который называется WebQuest. Он сделан курс о WebQuest в формате WebQuest. Да, такой у нас формат есть курса, он такой популярный. Но сегодня у нас все-таки был не квест, а лабиринт – основная тема. Поэтому мы не в формате квеста работали. Так, пока больше не вижу вопросов. Коллеги, если на чей-то вопрос не ответила, вижу вопрос по просмотру вебинара, да, будет запись. Татьяна говорила об этом в самом начале. Татьяна Викторовна, если вы здесь, ответьте, пожалуйста. Здесь много вопросов по сертификатам. Просылку на сертификат. Сейчас Татьяна Викторовна даст вам. Светлана Александровна, когда закончим с вопросами к спикеру, отпустим. Пока больше не вижу вопросов. Вкладка «Ресурсы». Если вы из компьютера, то наверху есть такая вкладка, как папочка. И вот в этой папке внутри «Ресурсы». Вы ее открываете, и там можно скачать презентацию. Если вы из телефона, то вначале давали ссылочку, где можно скачать. Можно просто сохранить себе ссылку, а потом скачать презентацию чуть позже. Есть ли какие-то ограничения по проведению квестов с детьми по возрасту? На мой взгляд, никаких таких ограничений нет. Просто придумывая задания, вы учитываете возрастные особенности. Квест, он универсален. Он и в детском саду может быть, и в младшей школе, и в средней школе, и для студентов, и для взрослых людей. Просто особенности заданий должны быть по возрасту. Если вы будете предлагать ученикам задания, с которыми они не справятся, то вряд ли это будет ситуация успеха для них. Так, коллеги, если есть еще вопросы, я их жду. Так, вижу, что не у всех есть ресурсы. Посмотрите, ресурсы – это такая папка наверху, в верхней вкладке, где вы видите страничку, логотип Директ Академии слева, а с правой стороны такая папочка у вас, значок. И вы, если мышкой наводите, там написано «показать ресурсы». Открываете и скачиваете. Сейчас про сертификаты Татьяна Викторовна все расскажет. Татьяна Викторовна, передаю вам слово. Здесь уже вопросы связаны с такими именно техническими. Татьяна Викторовна, передаю вам слово «показать ресурсы» и «показать ресурсы» и «показать ресурсы» и «показать ресурсы». Татьяна Викторовна, передаю вам слово «показать ресурсы» и «показать ресурсы» и «показать ресурсы».